Итак, добрый день гостям подписчикам моего канала. Мы находимся в разделе мастерская EV. Здесь очень полезные самоделки для рыбалки. И сегодня я покажу, как сделать точилку, мини-точилку для заточки крючков своими руками. Стоит она практически бесплатно, но понадобится любому рыбаку на рыбалке. Ей можно заточить любые крючки, любые тройники на блеснах и воблерах. На рыбалке, если крючок затопился, можно заточить без проблем. Кто-то скажет, да можно просто заменить крючок на новый. Но тоже окажется прав. Но также можно эффективно заточить. Это реально работает. И я покажу именно, в каком случае я точу. Так на рыбалке крючки тоже иногда бывает. Давайте начнем. Итак, что нам понадобится? Нам понадобится, ну абсолютно, как здесь экспериментируют. 100 зернистость у меня, шкурка. И зернистость, например, 400. Смотрите, я покажу уже готовые свои точилки для крючков. Здесь, смотрите, палочка для кофе. Их можно за бесплатно, сколько хочешь взять. Я вот в магазине взял. Они там стоят. Вот смотрите, палочка для кофе. Здесь сразу приклеены. Здесь зернистость 100. Здесь зернистость... Здесь зернистость 100. Здесь зернистость 400. С двух сторон. То есть, спирамилка и фракция, потом фракция покрупнее. То есть, не занимают они места. И всегда они очень полезны, будто на рыбалке. Как сделать? Смотрите. Можно сделать их запасные впрок, чтобы было много. И ими очень удобно точить. Посмотрите. Вот палочка из-под мороженого. Сейчас я вам покажу 5 секунд. Итак, мы отрезаем под размеры две такие полоски. Разрезаем их напополам. И посмотрите, без проблем. Здесь вот, смотрите, вот такая палочка из-под мороженого. Берем универсальный клей. Он очень хорошо. И смотрите, здесь вот наносим клей. Наносим этот клей с одной стороны. Вот так вот. Он высыхает, ничего страшного. И с другой стороны. Нанесли вот этот клей. 5 секунд. С другой стороны тоже самое проделываем. Наносим этот клей. Вот так вот. На места, где будет приклеена наша шкурка. Смотрите, зернистость. Смотрите, здесь мы немножко делаем под нашу шкурку. Зернистость, то мы приклеиваем, приклеиваем. Вот, посмотрите, аккуратно. Она потом засохнет. И зернистость 400. Тоже вот так вот сделали. Все это без проблем засохнет. С этой стороны делаем то же самое. Все чуть-чуть. И ждем, смотрите. Ждем, пока это все засохнет. Посмотрите. Ждем, пока это все засохнет. Вот уже готовый вариант. Посмотрите. Для чего я использую? Посмотрите, есть монтажи. У меня монтажи для ловли карасей. Они, видите, уже собраны. Леска, крючки. Все. Смотрите, вроде бы неплохой монтаж. Леска, все, в норме. Видите, все, отлично. Все. Стопор в норме. Все, леска. Кормушка, арбуз, ничего не будет. Но крючки затупились. Они постоянно затупляются об всякие камни, об одно, об многое другое. И что мы делаем? Мы можем этот монтаж, чтобы не перевязывать, не переделывать. Я беру и вот этой, например, шкурочкой. Сперва мы прямо сам. Вот этой шкурочкой сперва мы аккуратно фракции побольше подтачиваем. И вот этой палочкой очень удобно затачить. Вот эта точилочка для крючков. И потом поменьше. Поменьше, уже поменьше, мы заканчиваем работу. То есть, минута-две. Вот таким образом наши крючки опять стают очень острыми. Вот так вот. Вот такая вот точилка. Я именно точу вот такие монтажи. Мне очень удобно этой палочкой подточить. Есть, конечно, алмазные надфили. Но эти палочки, здесь посмотрите, они не стоят ничего. Можно набрать палочек от мороженого собрать. У меня их много остается. И взять две шкурки. Вот у меня и так они были. Четыреста и сто. И наделать можно тысячу палочек. Вот таких вот точилка для крючков, которые можно брать на рыбалке, точить тройники бресен, воблеров. И абсолютно любые крючки мы можем ей подточить. Итак, вот такие вот точилки для крючков, которые делаются легко и просто. Практически бесплатно. Итак, на сегодня все. Всем, кому понравилось, как всегда, подписываемся, ставим лайки. Также подписываемся на мой инстаграм. Ссылочка будет в описании. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok